Всем привет! Хорошо слышно? Да. Хотелось бы первый вопрос задать, кто играет в Battleground. Многие ли хотя бы смотрят на него обзоры, стримы, то есть играют? Отлично. Да, первоначально, единственное, что у меня было видео на третьем слайде, но оно, к сожалению, не запускается, и чтобы максимально погрузиться в атмосферу, первоначально просмотрим видео про Battleground, чтобы все хорошо уникнули. Сейчас я его запущу. Проблемка? Нету видео? Сейчас, помните. Да, 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 можно? Смотрите, есть вот такая штука. Да, все, классно. Ага. Вопус? Да. Только на весь экран его можно? И сначала, да. Ну и развернуть его еще. Все, я ушу. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основной жанр игры, то есть батл рояле. Самый основной принцип, то есть на остров закидываются 100 человек, это соединение сурвайвала, симулятора, и основная цель это выжить. То есть на начале, то есть нам не дается никакого лута, то есть мы лутаемся, собираем оружие, шмот, все-все-все. Основная цель попасть в топ-100. Сессия не бесконечность, то есть динамику придает за счет того, что сужается постоянно зона. То есть мы переходим в разные уровни, то есть есть синяя и белая зона, более детально рассмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секундочку, у меня... Чем мы занимаемся? Наша компания занимается исследованием пользовательского опыта, тестирования, то есть поэтому мы не могли обойти такую нашумевшую игру, как Battleground. Провели исследование, провели все-таки, за счет чего она попала в топ-7 за 3 дня, заработала миллионы долларов, поставила 7-8 рекордов, то есть это в разных успехах, номинациях, и за счет чего все-таки опросили, провели исследование, за счет чего все-таки игроки так увлекаются Battleground. Это видео. О чем мы поговорим? История развития жанра. Откуда появился этот жанр? Кто был основателем? Как появилась игра? Ее рекорды, ее основные номинации. Далее мы рассмотрим аналитику основных компонентов успеха, то есть удачный ли это маркетинг, удачный ли это механика игры, чем отличается от референсов, какие пользовательские предпочтения. Рассмотрим также сегментацию наших, то есть юзеров, какие основные компоненты успеха. Я отключилась? Нет. И основной все-таки вопрос, ответим, или возможно это повторить этот успех, какой основной цель, успех создания данного феномена. Первоначально, то есть как основалась игра. Сейчас она поставила колоссальное количество рекордов, за три дня попала в топ Steam, сорвала, то есть около сейчас абсолютный рекорд по количеству игроков онлайн, вытеснила таких рекордных игр, как Dota сейчас уже на втором месте, CSGO на третьем месте. Абсолютный рекорд одновременно играющих игроков около трех миллионов онлайн. За счет чего еще мы рассмотрим далее более детально. Если более в статистике еще посмотреть, наиграно просуммировать полностью всех пользовательский опыт, 25 тысяч лет сейчас, если всех просуммировать время. Если просуммировать, сколько количество шагов использовали игроки, это равно расстоянию от Сатурна и обратно долететь. История развития жанра. Battleground все думают, что он появился от голодных игр. Но тем не менее в 1999 году вышла книга японского автора Battle Royale, и именно создатель Battleground вдохновился Брэндон Грин японской книгой. Далее вышли уже в 2008-2012 году жанры голодные игры. В 2013 году Брэндон Грин работал над модом Армой 2, Daze. Далее Daze вышла в отдельную игру. И в 2015 году он работал H1Z1, Kit of Kings. В 2017 году корейская компания Bluehall предложила ему контракт создать на новую игру. Название PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's, почему такое название длинное? Это логин в Steam брендера Грин, создателя. Если посмотреть историю успеха, то есть мы смотрим такие колоссальные хиты Steam, как CSGO, Dota, которые продерживались на первых местах сейчас, то есть как только вышел в марте 2017 года Battlegrounds, CSGO, Dota упали в свои позиции. Рекордное количество PUBG занимает, то есть установил рекорд, около 3 миллионов игроков онлайн. Также установил рекорд по количеству покупателей. В данный момент владеют около 22 и 23 миллионов пользователей. Если сравнить с такими хитами, как CSGO и Dota, то есть они тоже держатся в лидерстве, но тем не менее Dota это фри-то-пэйная игра, поэтому тут она не в сравнении. То есть CSGO только сейчас занимает первая позиция за счет того, что много лет на рынке. Далее мы видим более детальное сравнение с референсами, то есть GTA такой хит, как Fallout. И в 2017 году вот этот вот колоссальный отрыв, то есть это по количеству наигрыванного пользовательского экспириенса сразу поднялись в топы. За счет чего компоненты успеха, то есть какой все-таки основной секрет? Первоначально рассмотрим все-таки на фоне, чего отличается от референсов уникальное соединение механик. Далее не было использовано прямой рекламы, то есть мы более детально посмотрим, какой был маркетинг тут применен. И следующее, это какие их комбинации, как брендер грин тестирует игру, и какие юзерские интерфейсы более предпочтительны для пользователей данного жанра. Первоначально в игре не было использовано маркетинговых инструментов прямых никаких. Ни пиара, ни раскрутки, ни брендов по созданию. Единственное, подхватили стримеры. То есть на фоне, сколько у нас стримеров, уже после трех месяцев выход в релиз, бета-тестирование, на твиче, на стримерском, она установила рекорд, побил в лолку. Среди референсов также еще брендан грин отделяет свой успех за счет того, что ежемесячные обновления. То есть вот на днях вышло обновление пустыня, она сразу же попала в топ-5 игр на стиме. То есть мы вот видим на четвертом месте, тестовая версия уже находится сразу рядом с Counter-Strike. В Украине на первом месте по-прежнему остается Dota и Counter-Strike, тем не менее Battleground на третьем месте. Нашей целевой аудитории все-таки до сих пор еще довольно дорого. И второе – это высокие системные требования. В этом жанре он успешный, и в нем оставалось также много референсов и клонов. То есть если мы только что сравнивали с такими хитами немножко другим сеттингом, уже много развилось референсов. Тот же DayZ, о котором мы уже говорили, Zombie Setting и H1Z1. Еще есть интересные такие, как Calling, Last Man Standing, и основной конкурент сейчас является Fortnite. Почему основной конкурент? Если сравнить все статистические показатели, только две игры жанра Battle Royale сейчас поднимают свои позиции. Вот можем более детально посмотреть. У всех статистика падает, пупк растет. И также Fortnite. В чем же отличие в основных, если взять два лидера – Fortnite и Battleground? Между ними конфликт не только на основе юзельского тестирования, а также на основе юридического аспекта. Fortnite и Battle Royale находятся на движке Unreal Engine. Правообладателями Fortnite является Epic Games, в принципе, кому он и принадлежит. То есть, хоть и Battleground пытается сейчас вывести это на зооплагиат, но до судебного разбирательства это не зайдет, так как в случае победы Epic Games может отозвать версии Battleground, которые выпущены на этом движке. Основные какие отличия? Главным отличием все-таки является прорисовка детализации сеттинга. В Fortnite она более мультяшная. Ну и самым главным все-таки отличием является Fortnite – это более оптимизированная версия Battleground. Она бесплатная и практически тянет на всех характеристиках. Можем сразу посмотреть, если масштабы карт. В Battleground очень обширная карта, то есть 64 квадратных метра против Fortnite – 9 квадратных метров. Исследовали мы аудиторию. Все-таки что наиболее затягивает аудиторию, и они хотят играть в игру снова и снова. Основная аудитория находится в Китае. Около 41% все-таки это азиатский рынок, далее американский, корейский. И тем не менее, СНГ попадает в топ-10. Украина находится на 30-й позиции. Но тем не менее, среди стран мира это 30-е место – неплохой показатель. В наши исследования вошли представители хардкор и мидкор аудитории. Возраст мы брали от 13 до 65 лет. И стать у нас все-таки была в основном мужская. Косплей. То есть это отображает всю суть Battleground, то есть насколько все-таки рэндомный лут. И можно выбрать в Battleground любую стратегию игры. Более детально представить про статистику, как все-таки игра действует. Если рассмотреть статистику по смертям, от чего все-таки механика убийств в основном – это от оружия. Главным является источник. Дальше – это транспорт, гранаты, рукопашка и влияние зоны. Любимым оружием, то есть на первом месте – это винтовки. Далее у нас ружья, смузи и на последнем месте все-таки арбалет. Да, даже сковородка на большем месте, чем арбалет. Какие основные компоненты успеха выделяет аудитория? На первом месте она станет – это уникальный сеттинг, концепт и геймплей. Основная мотивация игроков – это попасть в топ-3, разработка стратегий и также уникальность каждодневной сессии. То есть это основное, что позволяет играть снова и снова. Если посмотреть, в каких режимах больше всего любят играть игроки, то есть на первом месте – это все-таки с партнером, дуо-режим. По стилю игры играют двумя стилями, но тем не менее, выбирая между пассивным и активным, очень малое число юзеров вынимают активный стиль. То есть в основном тактика отсидеться и кого-то убить. Ну, есть тоже, то есть это более хардкорные игроки. Несмотря на все плюсы баттлграунда, то есть мы опросили, какие разделы сейчас более-менее оптимизированы. На последнем месте все-таки оптимизация, читеры, наличие багов. До сих пор также доступность по системным требованиям и цене находятся на последних местах. Наиболее понравившие характеристики – это локация и интересность, разнообразие оружия и оптимизированность по балансу игроков. Какие уникальные аспекты успеха и как это повторить, как оптимизировать, улучшить можно игру и создать референс? Что является основным секретом? Папк, он вызывает уникальный взрыв эмоций. То есть игрок, он не мог определиться, то есть весь набор эмоций в основном он получает от многих игр. В этом же объедено сразу несколькие, то есть адреналин, страх, радость, гордость. То есть уникальный такой компонент. Далее также еще интересное такое сравнение. Игра раскрывает все уровни пирамиды масла. То есть если это на физически, то есть это инстинкт выживания. Далее сохранение, социум, дух соперничества и самореализация. Как все-таки создать игру лучше и что игроки отжидают от релиза? На первом месте это все-таки оптимизация баги, читеры. Если по разнообразию смотреть, добавить более карт, хотя была добавлена карта пустыни, но тем не менее это более для хардкордных игроков отметили. Далее про детализировать более локации, добавить неигровых NPC персонажей. Еще есть предложение, есть разнообразить моды. Кроме мода, то есть режима на 100 на 100, есть предложение, то есть сделать, например, полигоны, где можно разнообразить по оружиям, использовать все. Кроме, также отметили 32% человека, которые могли бы поиграть в мобильную игру. То есть для них интересный этот жанр направления, хотя сейчас разработаются… Да, сейчас китайцы разрабатывают, но оно еще в процессе разработки. Можно ли создать новый феномен и как это повторить? Брэндон Грин, он говорит, основной залог успеха – это слушание своей аудитории. То есть наличие хорошего программиста, концепта – это еще не основной путь к успеху. Необходимо слушать свою аудиторию. То есть ежедневно он выделяет на критику просмотр стримеров около часа. Он слушает свою аудиторию, то есть стримеры, которые, грубо говоря, критикуют, находят баги. Он говорит, это супер, это фан. Благодаря этому мы совершенствуем в игру. Спасибо. Если есть какие-то вопросы… Спасибо, Александра. Ребята, у кого есть вопросы? Супер. Здравствуйте. Такой вопрос. Сейчас PUBG до сих пор побивает новые рекорды онлайна. И многие считают, что сейчас он еще в бете, и когда он выйдет в релиз, то мы увидим новые рекорды. Как вы вообще считаете, какой это может быть максимум и на какой сейчас примерно стадии этого хайпа? Ну, это игра. По-настоящему релиз уже ожидается в этом месяце. То есть смотря ставить на какие периоды. То есть мы видим, что около 9 месяцев она взяла аудиторию около 20 миллионов человек. Тем не менее, это в основном китайская аудитория. То есть европейская, СНГ, США, рынок еще не охвачен полностью. Тем не менее, также в релизе ожидается, возможно, и оптимизация. Если они оптимизируют игру автоматически, то есть расширяется вся целевая аудитория. Та же Fortnite, которая сейчас по количеству пользователей, она превышает PUBG. То есть если у PUBG 22 миллиона, у Fortnite 30. В основном они отвечают, потому что они играют в Fortnite, из-за того, что они не могут играть в PUBG. То есть как минимум часть аудитории уже доступна. То есть весь вопрос это в системных характеристиках и требованиях. Спасибо. Free-to-play, когда он будет? Пока что, если смотреть интервью Брэндона Грина, free-to-play не ожидается. На SWTOR так же говорили. Ну, то есть это уже, знаете, вопрос не исследования, это вопрос как раз-таки разработчиков. Да. Нет, вообще некоторых я слышал мнение, что наоборот хотят повышение ценностей. И цены, чтобы было меньше читеров, там 20-30 долларов. Я хотел спросить, PUBG в основном, наверное, и стал популярным благодаря стримеру. Вот пять дней назад у того же Шрауда было 115 тысяч онлайн на стриме человек. То есть вот свои стримеры все начали это стримить, начали популяризировать игру. И, наверное, благодаря этому поднялось. Вы как считаете? Благодаря чему? То есть они же как бы сами не занимались пиаром? Вот вы же сами говорили. Да, да. Как раз-таки это основной компонент, если мы рассматривали маркетинг. То есть основной, почему ключ успеха, это все-таки стримеры. Подтверждаю вашу гипотезу. Они не занимались прямым маркетингом, не занимались роликами, не занимались пиарами. То есть они вот в канале Twitch, он за три месяца уже принес большую аудиторию и побил просмотры лолки. Все, спасибо. Ваду хэк. Еще один вопрос. Да, небольшой вопрос сразу о стримерах. Поощрение стримеров и ютуберов, которые популяризируют Pub. У Pub есть партнерская программа. Если у каждого стримера более чем 150, по-моему, тысяч онлайн просмотров, они могут подписать Pub партнерскую программу. И в зависимости, конечно, от… там есть формула вычисления вознаграждения. Это уже в зависимости от онлайн просмотра считают, сколько Pub отчисляет данному стримеру. Ограничения правила есть? Это уже более детально, то есть по контракту. То есть мы ознакомились, как стать их стримером, но тем не менее более ограничения. То есть нужно, конечно, уже так… Пожалуйста. Добрый день. Скачков Евгений, франчез-продюсер Крайтек. Вопрос следующий. Как вы предполагаете, когда ожидается падение популярности PUBG и до каких цифр они, предположительно, упадут? А какой именно метрики? Ну, хотя бы CCU или PCU. В действительности, вот если посмотреть по статистике DOT и CSGO, основные падения у них были, если они затягиваны обновления. То есть PUBG сейчас, он наиболее динамичный. То есть они выпускают обновления каждый месяц и они хотят как раз-таки расширить. То есть в ближайший год они падения, то есть не организируются за счет того, что очень большие расширения по модам. Хорошо, я немножко перефразирую, если можно. Как вы думаете, ожидается ли падение в связи с тем, что людям просто надоест такой формат? Потому что он как бы не был никогда массово популярным. Это были нишевые игры типа HeZ, DayZ. PUBG вывел это на массовую аудиторию. Когда ожидается усталость от этого формата игрового мода? У нас был, мы в действительности не включили данный ответ вопрос. То есть у нас был опрос аудитории. Надоел ли вам PUBG, после чего основные снижения. То есть на первом месте, если человек занял позицию топ-1, у него уже снижается интерес. Но тем не менее он продолжает на нее играть. У них переключается на другие тактики. Они начинают более детально лутиться. То есть какие оружия, какие тактики, стратегии разрабатывают. То есть они снижаются интерес, но они не покидают игру. То есть они сейчас ожидают новых режимов, пробуют разнообразие, то есть исследуют местность. Переключение идет. Еще вопросы? Хорошо. В таком случае, Александра, спасибо огромное за свое время и за доклад.